Добрый день, дорогие друзья! Сегодня четверг, 23 ноября 2023 года. Я вас приветствую из Страсбурга. Мы продолжаем разговор о политике. Сегодня я хотелось бы обсудить с вами тенденции, которые прослеживаются и которые являются фатальными для организации, именуемой Евросоюз. Вы догадались, что этот разговор возник в связи с убедительной победой на выборах в Нидерландах партии за свободу Герта Вильтерса. На настоящий момент было объявлено, что у него 37 мест в парламенте. Действительно, это грандиозная победа и, несомненно, он будет следующим премьер-министром страны Тюльпанов. Но мне хотелось бы, чтобы вы обратились к сути вещей, поскольку сейчас в основном левая пресса пишет о его так называемой антимигрантской политике. На самом деле, конечно, это умышленное искажение фактов. Он никогда не был анти-иммигрантом, он женат на Венгерке, у него жена из Венгрии, дипломат. Он так же, как Обама, Метис, у него отец голландец, мать из Индонезии, поэтому это все мифы и легенды, которые сочинялись с одной единственной целью — навредить его партии. Но, безусловно, он выступает за регулируемую миграцию, выступает против массовой нерегулируемой миграции, но это только элемент его политики, потому что его платформа, почему партия называется «За свободу», его платформа состоит в борьбе за суверенитет Нидерландов. Он не согласен с тем, что 80% законов, по которым живут современные европейцы, современные голландцы в данном случае, вырабатываются чиновниками в Брюсселе. Он говорит о том, что чиновников никто не выбирает, на каком основании, что это за демократия, когда правила и законы вырабатываются чиновниками в совершенно такой туманной, скажу, политкорректной, туманной среде. Поэтому Герт Вильдерс выступает за суверенитет, он выступает за союзы государства при соблюдении уважения и суверенитета. Скажем, он поддерживает идею Совета Европы, поскольку Совет Европы – это собрание государств, это ассамблея, которая руководствуется принципами суверенитета. Итак, основная тенденция в Нидерландах сейчас – это выход из Евросоюза, потому что основной целью Герт Вильдерс ставит подготовку референдума, на основании которого голландцы смогут, или правильнее сейчас говорить, нидерландцы, но это звучит странно в русском языке. Итак, я буду продолжать по старинке говорить, наверное, голландцы. Итак, голландцы будут вскоре решать, стоит ли им оставаться в Евросоюзе, и если им предоставим такую возможность голосовать, конечно, они выйдут, поскольку они чувствуют себя обманутыми. Евросоюз, как им говорили, когда его переформатировали, потому что до этого были экономические сообщества, Евросоюз, как им говорили, будет организацией, которая принесет благоденство, еще больше благоденства народам Европы. Они не соглашались на то, чтобы спонсировать войны вне Евросоюза, потому что то, что сейчас происходит, было бы наимно полагать, что люди не видят и не понимают, что Евросоюз, который был основан как проект мира, стал ястребом войны, и фонд, который так и называется, фонд-инструмент мира, был перенаправлен на то, чтобы сокупать оружие для Украины и, де-факто, участвовать в этом конфликте между двумя третьими странами. Также вопрос расширения является одним из фундаментальных для голландцев, так как были грубейшим образом нарушены правила вступления в Евросоюз еще тогда, когда во главе процесса стоял Валерий Жаскардестан, который говорил о том, что Греция может откорректировать проблемы после вступления в Евросоюз. То есть это уже была грандиозная ошибка, потому что закрыли глаза на то, что Греция была не готова. Тогда, как вы помните, Валерий Жаскардестан, французский президент, готовил планы создания Евроконституции и планы создания фактически федеральной Европы, Европы как федерального государства. Эти планы провалились прежде всего в родной ему Франции, затем в Нидерландах. И, соответственно, можно предполагать, что сейчас Нидерланды вслед за Великобританией будут выходить из Евросоюза. Социалист Тиммерманс был в слезах, в смысле этого слова. Голландская пресса отчаянно педалировала его интересы. Они выдавали опросы общественного мнения, которые склоняли людей к тому, что он будет победителем социалисты плюс экологисты. Левые будут победителями на этих парламентских выборах. Этого не произошло, несмотря на всю пропаганду, которая велась, которая велась против Вильдерса, которого обвиняли в расизме и других смертных грехах. Это не работает, это уже не работает. Это очень плохой, я бы сказала, знак. Это очень тревожное знамение, это будет точнее, для Урсула Фанделяй и еврочиновников. Потому что то, что происходит сейчас и здесь, это по сути реконкиста. Именно так назвал свою политическую партию Эрик Зимур, прошлым журналист, ныне французские политики, кандидат к президенту Франции. И, несомненно, следующими решающими выборами будут выборы в Евросоюз. Потому что при настоящей тенденции также весьма вероятно, что правые консервативные партии, потому что я лично не считаю, конечно, что Герт Уильдерс ультраправый, он консерватор, он выступает за суверенитет. Но говорить о том, что человек, как я вам сказала, который женат на Венгерке и у которого мать из Индонезии говорит, что он расист или он выступает против иностранцев, это абсолютный абсурд. Он никогда против иностранцев не выступал, он никогда не выступал против мигрантов. Его жена мигрантка. Он выступал всегда против неуправляемой иммиграции. Также он выступал за уважение к европейским ценностям, что несколько иначе, чем то, что представляет в настоящий момент плачущая и рыдающая и рвущая на себе волосы левая пресса. Но, как бы то ни было, самое главное, это действительно реконкиста, то, что мы можем сейчас ожидать, то, что Нидерланды будут выходить в след за Микобританию из Евросоюза. И таким образом будет новое деление Европы, благополучные страны, как то Швейцария, Норвегия, Великобритания и Нидерланды. Это один лагерь. И второй лагерь – это страны, вечно расширяющиеся страны, вернее, вечно расширяющийся союз, включающий все страны, как я говорила, до Гималаев. Видимо, таковые амбиции Усула Ванделяйн. Конечно, это шутка. Я понимаю, что мой свифтянский юмор не всегда воспринимается. Иногда он пролетает высоко над головами. Я желаю всем прекрасного дня. Надеюсь, что у нас завяжется интересная дискуссия. Если вам был интересен этот материал, пожалуйста, не забывайте, что у вас четыре способа дать мне понять, что вам интересна эта тема. Это подписка, лайк, комментарий и тонат. И я буду ждать ваших реакций. Пока!